Бабаев, я представляю компанию Automatica, я являюсь продуктовым менеджером по продуктам видеонаблюдения. Представляю данные продукты. На текущий момент у нас компания MelSight. Сегодня мы поговорим о новинках от компании MelSight. Перед вами план нашего сегодняшнего вебинара. Мы с вами рассмотрим новые PTZ-камеры, так называемые поворотные камеры. Рассмотрим технологии, используемые в данных камерах. Также мы рассмотрим пополнившийся модель MelSight, разберем, что же есть из видеомолитики у данной системы. И рассмотрим новый интерфейс. Также поговорим о видеорегистраторах, о новой системе ANR, о новом интерфейсе и о клавиатуре для видеорегистраторов. И разберем новое мобильное приложение, которое вышло буквально недавно. Перед вами дорожная карта. Карта достаточно большая. Подробно мы на ней сейчас останавливаться не будем. Так, коллеги, еще разочек, звук есть? В чате вижу, что пишут, что звук пропал. Хорошо слышно. Отлично. Прекрасно. Итак, продолжим. На текущий момент компания MelSight обладает достаточно богатым модельным рядом и все еще разрабатывает новые продукты, стремится соответствовать рынку. И в соответствии с рынком, точнее, наверное, даже на суд этого рынка был выпущен продукт, так называемая миниатюрная поворотная цилиндрическая камера. Вот она, собственно, вот таким вот образом выглядит. На английском языке представление ее характеристики мы с вами дальше разберем. И начнем мы, естественно, с возможности панорамирования и наклона. Ну, в первую очередь, хочется отметить, что данная камера имеет возможность бесконечного панорамирования, что означает, что она крутится вокруг своей оси на все 360 градусов без остановки. Угол наклона составляет в общей сложности 75 градусов, а порядка 30 градусов камера нужно посмотреть наверх от уровня горизонта и до 45 градусов опустить. Так, коллеги, тест еще раз. Как меня слышно? Все ли все видят? Отлично. Продолжаем. Итак, миниатюрный поворотный цилиндр, мощный зум и быстрая фокусировка. 12-кратный оптический зум у данной камеры, именно оптический, есть еще и цифровой. Ввиду своих особенностей, которые мы также разберем еще дальше, камеры идеально подходят для видеонаблюдения, так называемого дальнего видеонаблюдения, когда необходимо обозревать большие площади и в случае возникновения каких-либо угроз или в случае, если необходимо, ближе рассмотреть какую-то область, эта область будет максимально детализирована в данном продукте. Коллеги, давайте так, у кого сейчас нет звука, я так полагаю, большая часть аудитории меня слышит, у кого нет звука, наш вебинар будет доступен в записи, его свободно можно будет посмотреть. Если как бы звук будет пропадать прям совсем у всех, вы тогда в часик говорите, мы будем с этим бороться. Прошу свои извинения за технические неполадки. Итак. Продолжение следует... 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 Так, появился замечательно. А звук есть? Или это был звук, а не ко мне? Отличие. Итак, шикарно. Значит, подскажите, над чем, наверное, прервались? Может быть, что-то кто-то не услышал, я тут уже много пытался рассказать. Может быть, предыдущий слайд? Оттуда начнем? Давайте, в общем, с предыдущего слайда, на всякий случай, начнем. Итак, еще раз, 12-кратный электрический зум вместе с, как я уже говорил, дополнительными нововведениями и инновациями в данной камере, а также используемыми компонентными системами, позволяет сделать дальнее, так называемое, видеонаблюдение, то есть наблюдение на достаточно больших расстояниях, 60-80 метров. Простым и легким. Почему простым и легким? Как раз нам демонстрируют следующий слайд. Для того, чтобы управлять камерой, есть специальная система, то есть управлять ее приближением, наклоном и также поворотом. Есть специализированная система, так называемая 3D-позиционирование, которая позволяет вам просто кликать на экран мышкой, например, в центр экрана, и камера будет наводиться в центр своего фокуса на то место, куда вы кликнули. Например, если вы наведете на экран мышкой, скажем, в правый верхний угол и кликните по нему, то правый верхний угол станет центром картинки. Камера повернется таким образом, что правый верхний угол станет центром картинки. На самом деле, в конце я дам ссылочку на канал YouTube, где все это можно будет наглядно посмотреть, как это работает. Помимо простого позиционирования с помощью мышки, также с помощью мышки можно выделять конкретные области, и на эти области будут в автоматическом режиме приближаться. Используя автоматическую фокусировку, камера будет фокусировать именно ту область, которую вы выделили на экране. Также приближением и отдалением до резюм по факту можно управлять с помощью колеса мышки. Следующая интересная система – это так называемое умное ПТЗ-детектирование движения. Работает это следующим образом. Вы настраиваете определенную область, в этой области происходит движение, камера автоматически подводит свое положение под эту область и использует зону для приближения данной области, для того, чтобы выделить объект, который задействовал, скажем так, систему тревоги по детектированию движения. Что касается ИК-подсветки, здесь тоже есть свои инновации. Так называемая технология Smart R2 или умная подсветка второй версии. Как вы видите, камера обладает всего четырьмя светодиодами, причем светодиоды парные, четырьмя инфраструктурными светодиодами. Светодиоды парные, одни с углом освещения 15 градусов, это верхние светодиоды, и нижние светодиоды с углом освещения 60 градусов. Яркость данных светодиодов, она регулируется автоматически в зависимости от расстояния или в зависимости от того, как вы управляете приближением или отдалением камеры. И также эти светодиоды включаются попеременно в зависимости от того, на какое расстояние вы направили камеру. Если вы используете максимальный зон, то в основном будут играть роль светодиоды с углом 12 градусов вверх. Если вы смотрите куда-то близко, основную роль будут играть нижние светодиоды с большим углом обзором. Также данная технология позволяет добиться максимальной обзорности в пределах заявленных 60 метров и отсутствия каких-либо засветок от объекта. Следующее интересное нововведение в данной камере – это интеллектуальная белая подсветка. Во-первых, данная белая подсветка, белый светодиод, он находится посередине камеры, может использоваться в качестве дополнительного источника света, то есть как фонарь, для того, чтобы подсветить какую-то область в не очень большом расстоянии от камеры. Также данная белая подсветка может использоваться как сигнал тревоги или какой-то индивидуационный сигнал. Во время, например, обнаружения движения белый фонарик может мигать, тем самым давая понять сглубую шейку, что видеонаблюдение ведется и ничего, хотя бы правдой делать не стоит, потому что все его действия будут записаны. Винчимый вентиль – это тоже такая достаточно новая технология, точнее технология переработанная. У нас уже были камеры с вентиляцией. Собственно, вентиль – это вентиляция камеры, которая подпускает воздух и не подпускает пыль и воду. Собственно, позволяет сделать камеру как водонепроницаемой, так и одновременно дышащей и позволяет продавить срок службы за счет полной защиты, но и также позволяет еще программе выдавления атмосферные внутри камеры и на улице, тем самым позволяет работать камерой в комфортном условии. Распределительная коробка – это новый тип кронштейна. Хочется отметить, что такой тип кронштейна есть на данный момент не только у данной модели, но и у профессионального цилиндра и миниатюрного цилиндра стандартных камер, что не может не радовать, потому что данный кронштейн представляет из себя по факту распределительную коробку, защищенную по технологии IP66 и выполненную в форме раскладушки, что позволяет с красотой добираться до кабельных разъемов, выполнять обслуживание камеры и так далее. Поскольку сама распределительная коробка Дерек-Кронштейн обладает технологией защиты IP66, то есть, можно смело сказать, что кабельные соединения будут надежно защищены от внешних условий, от внешней среды. Компания-производитель, то есть компания Массайд считает, что данный тип кронштейнов очень эффективен, потому что у вас нет необходимости покупать дополнительные распределительные коробки и с помощью данного кронштейна камеру легко монтировать, гораздо проще, чем стандартные камеры на обычном кронштейне. Собственно, по поворотному цилиндру все. Из новинок хочется сказать, что пополнился весь модельный ряд камерами 5 Мп, если раньше нам были доступны камеры в формате 2 Мп и 4 Мп, в промежуточном формате 3 Мп. Сейчас вытащена серия камер из всех серий, так скажем, это и миниатюрные, и профессиональные серии, и камеры ПТЗ. Все эти серии вытащены по 5 Мп. Также есть на текущий момент первая, скажем так, камера 4К, 8 Мп, представлена на форм-факторе корпуса профессиональной цилиндрической камеры. Использует она Chipset AMX 274, и возможность ее до 30 км в секунду и 8 Мп. Остальные 5 Мп камеры используют Chipset AMX 326, который, в принципе, отдает лучшее качество картинки по заявлениям самого производителя, матрица Sony на своем же собственном сайте. Вопрос по поворотному цилиндру. Есть ли стабилизация изображения? Да, есть стабилизация изображения. Она цифровая. Эта стабилизация немножечко срежет вам углы обзора, но позволит добиться достаточно эффективной цифровой стабилизации. Олег, если у вас есть какие-то вопросы в чат, пожалуйста, задавайте. Я буду зарядка обращать туда внимание и по мере возможности на них отвечать. Есть демо посмотреть. На текущий момент, пока демо нет, этот вопрос решается как на нашей стороне, так и на стороне вендора. На стороне вендора уже есть демо посмотреть веб-интерфейс IP-камеры видеорегистраторов. Возможно, в ближайшем будущем появится и видеоаналитика прям, то есть камеры с видеоаналитикой, в которую можно будет зайти и оценить, как работает данная система. Следующий новый продукт. Продукт на самом деле совсем новый. Уже мы давно слышим о разработке данной камеры. Наконец-то на текущий момент камера разработана. Мы ее, к сожалению, пока еще не привозили, но еще не вечер. Мы обязательно привезем. Итак, 12-мегапиксельный преми-глаз, так называемый камерам. Панорамный обзор до 18 кадров в секунду. Она защищена по технологии K10 IP66, то есть она и антивандальная, противоударная, и защищена от внешних погодных условий, что делает возможную установку такой камеры в любых погодных условиях, в том числе и на улице. К камере есть специализированный кронштейн, который тоже служит своеобразной распределительной коробкой, и также защищен по технологии IP66. По поводу размеров, пока я, к сожалению, с вами этой информацией поделиться не смогу, именно по размеру 12-мегапиксельной камеры в конце недели у меня будут дата-счеты на данную камеру. Я смогу, собственно, данную информацию вам предоставить. И размеры, и компоновку, и, в принципе, наверное, любой параметр подвожу запрос. Пока еще информации только общей. Хочется еще отметить разработки моего сайта в области совершенствования продукции своей. Конкретно это новое поколение миниатюрных и купленных IP-камер с подсветкой. Во-первых, это новый дизайн. Во-вторых, это все тот же трех-СИО и механический дизайн поворота объектива. Используются новые материалы, а также используется антиотражающая панель. Панель, которая закрывает газ светодиоды, она такого черного цвета, позволяет как раз искрыть эти светодиоды, а также позволяет избавиться от отраженного сигнала. Мобильное приложение. Да, не сказал, вернемся на этот слайд. На текущий момент данные продукты разрабатываются. Ориентировочная дата выхода – это первое полугодие, конец первого полугодия 2018 года. Возможно, это произойдет раньше, а дополнительная информация у нас на сайте появится. Следите за новостями. Итак, мобильное приложение. Мобильные приложения на текущий момент были полностью переработаны, превратились из двух в одно. Если раньше было два мобильных приложения для подключения к камерам и видеорегистраторам, на текущий момент приложение в одном лице как для подключения к камерам, так и к регистраторам. Делать это можно одновременно и так, и так, и камерам, и видеорегистраторам. Изменился дизайн, изменился принцип. Есть множество оптимизаций по отображению, по интерфейсу. Теперь возможно из мобильного приложения настраивать потоки и так далее. Обновился режим перерубил. Всем советую скачать, посмотреть. Очень интересное приложение получилось. Прекрасно работает. Новый интерфейс. По поводу нового интерфейса особо говорить нечего. Да, он удобный, он живой, он стильный, он действительно помогает, скажем так, освоить быстрее интерфейс, интуитивнее понять, интуитивно понять, какие настройки совершить. Ну и, собственно, компонентный сайт приводит все к единому стилю. Стиль достаточно строгий. С моей точки зрения вполне удобоварен. Если есть какие-то вопросы, пожелания по стилю, по, может быть, переводу, по какой-то компоновке веб-интерфейсе, я всегда готов выслушать их на своей почте в конце почек. Из приложения архив на флешке можно ли посмотреть? ОС Android имеется в виду. На текущий момент нет, пока еще нельзя. Я чуть позднее объясню, почему. Будет скоро, уже скоро будет можно. Относительно веб-интерфейса и видеорегистраторов тоже ничего особенного сказать не могу, за исключением того, что дизайн потерпел действительно серьезные изменения, стал быстрее. Стал быстрее отклик, изменились японки, ну и, собственно, интерфейс приобретает стандартные цвета производителей. В данный момент текущая линейка продуктов выглядит приблизительно так, учитывая даже новое поколение миниатюрных компольных камер. Основные продукты производитель на данном слайде выделил. К таким относятся и основные, скажем так, новые продукты, которые либо недавно обновились, либо только выключены. К ним относятся камеры Feshire и Big Glass 12 Мп, новый поворотный миниатюрный цилиндр, поворотная купольная скоростная IP-камера и новое поколение миниатюрных ополдов. Теперь на тему видеоаналитики и поворотных камер. Видеоаналитика, поворотные камеры, а также система ANR, Automatic Network Reduction. Собственно, ANR – это система, которая позволяет при обрыве связи между камерой и регистратором выполнить запись автоматическую на флешку внутри камеры, после чего, когда связь с регистратором восстановится, эту запись перезаписать на жесткий диск регистратор. Целевого рода резервирования записей, ввиду того, что данную систему сейчас вводит в эксплуатацию, а также ввиду того, что видеоаналитику ее отображения вводят в эксплуатацию внутри видеорегистраторов, на текущий момент посмотреть из приложения видео из архива на флешке нельзя. Именно поэтому, как только система ANR заработает в полной мере, я так полагаю, что это, наверное, конец этого года, поскольку, ну, по крайней мере, так мне обещали инженеры-производы разработчиков, я думаю, что и в конце этого года заработает и просмотр на флешке. Теперь же, что касается самой видеоаналитики. Видеоаналитика появилась на стандартных камерах, то есть это камеры с индексом B, модельки с индексом B, которые находятся у нас на сайте в разделе H.265 на текущий момент. Какая же видеоаналитика появилась? Ну, во-первых, это вход в зону, выход из зоны, пересечение линий, праздное шатание, детектирование человека, то есть определение человека и движение совершил человек, или, допустим, собака, растение и так далее. Подсчет людей, детектирование попытки нарушения качества видео, то есть поворот камеры за попыткой закрытия объектива камеры. И последнее, это скажем так, эффективное детектирование движения, которое данная система не обращает внимания, например, на движение листвы, но заметит движение человека, например. На сегодня я решил, что демонстрировать, как работает данная видеоаналитика в презентации, не очень интересно, поэтому я подготовил вам замечательную, прекрасную ссылочку, прямо с самой презентации. Это канал Меллсайд, на самом деле канал за последнее время пополнился огромным количеством видео, которые описывают как сами продукты, так и технологии, используемые в данных продуктах, а также в некоторых случаях можно посмотреть и кейсы использования данных продуктов. канал официальный, прошу всех заглядывать. Там есть описание всех систем, таких как WDR или системы интеллектуального 3D-позиционирования на поворотных камерах, в том числе есть и полное описание поворотной цилиндрической камеры. Ну и, собственно, наверное, на этом, коллеги, все. Руководствуясь слоганом компании, лучше внутри, больше в поле зрения, совершенствуем наши продукты, от вас я жду вопросов, если они есть, если никаких вопросов нет, всем спасибо. Презентацию можно скачать из данного вебинара. Если необходима какая-то дополнительная информация, можно написать на почту. Сейчас почту я вам напишу в чат. Почту в чате. Собственно, а я с вами прощаюсь. Спасибо, что посетили нас. Всего доброго. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...